МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего за 4 года российские спасатели провели в арктической зоне более 5000 поисково-спасательных операций, оказав помощь более 7000 человек. Масштабные учения по защите важных экономических объектов Российской Федерации с участием воздушно-десантных войск и спецподразделений пройдут в Арктике, сообщил командующий Северным флотом адмирал Владимир Королев. Если продолжать арктическую тему, то хочу сказать, что в планах этого года также есть масштабные учения по защите важных экономических объектов Российской Федерации в Арктике. В ходе этого мероприятия боевой подготовки наши арктические мотострелковые подразделения будут взаимодействовать с силами воздушно-десантных войск и спецподразделениями. Командующий также отметил, что в 2015 году отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота также направится к архипелагу Новосибирских островов, где пройдет целый ряд учений. Мы продолжим проведение учений по защите Арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации. Как вы помните, в прошлом году мы впервые начали такую работу, добавил он. После создания в декабре прошлого года на базе Северного флота Объединенного стратегического командования его боевой потенциал заметно вырос за счет формирования новых арктических соединений, приема в свой состав новейших атомных подводных лодок, проектов «Борей» и «Ясень» и расширения возможностей материально-технического обеспечения. С конца прошлого года на севере России создано Объединенное стратегическое командование, в которое помимо основного состава Северного флота вошли новые соединения береговых войск, дивизия противовоздушной обороны, разветвленная военной инфраструктурой на Арктических островах. Увеличилась зона ответственности Северного флота, а теперь она составляет большую часть побережья России, омываемого морями Северного Ледовитого океана от Мурманской области до границы с Чукоткой. Северный флот был создан 1 июня 1933 года как Северная военная флотилия. В этот день Народный комиссар обороны СССР подписал приказ, согласно которому на север совершили переход Миноносцы Урицкий и Куйбышев, сторожевые корабли Ураган и Смерч, а также подводные лодки Декабрист и Народоволец. Эти корабли составили экспедицию особого назначения, пришли в Порт Мурманск, конечный пункт похода и временную базу. Одновременно с созданием Северной военной флотилии началось строительство 1-й военно-морской базы в Полярном. В 1937 году флотилия была преобразована в Северный флот. Канадские ученые прибыли на Ямал с целью исследовать коллекцию археологического памятника Усть-Палую, где найдено большое количество костных останков собак. Ученые полагают, что данная находка прольет свет на историю зарождения собаководства. Судя по захоронению находок, древние предки ямальцев приносили животных в жертву. Коллекция останков собак является самой многочисленной в Арктике. А ее изучение прольет свет на историю зарождения собаководства, а вообще ездового собаководства в частности, а также поможет реконструировать материальную культуру и хозяйство населения Нижнего Приобья в период I в до н.э. I в нашей эры. Предметом научного интереса ученых стала информация, что в одном из ранних раскопов обнаружен небольшой нож, рукоять которого украшала изображение животного, предположительно ездовой собаки. Изучив коллекцию Усть-Палую, коллеги из Канады убедились, что изображение это, скорее всего, не собаки, а хищника типа росомахи. Есть версия, что северо-западной Сибири мог быть местом, где зародилось ездовое собаководство. Чтобы опровергнуть или подтвердить ее, нужно исследовать останки собак, найденных на Усть-Палую. В результате консультации с ямальскими коллегами ученые из Университета Альберты в Канаде наметили несколько совместных проектов, работу над которыми они надеются начать уже в следующем году. Имена покорителей Арктики и Антарктики увековечили в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские». 30 мая там была торжественно открыта «Аллея героев полярных экспедиций». Почетные гости посадили на аллеях кусты сирени. Сейчас здесь появилось 10 имен, в том числе Валерия Очкалова, Ивана Папанина, Отто Шмидта и самого Артура Челенгарова. Со временем аллея будет расширена, и на ней появятся новые имена. Утечки топлива из нефтеналивной баржи, затонувшей недалеко от поселка Каратайка Неницкого автономного округа, нет. Об этом в понедельник сообщил замруководителя управления Росприроднадзора по Неницкому округу Анна Артеева, уточнив, что образовавшаяся на поверхности реки пленка нефтепродуктов вызвана утечкой топлива на лед во время перекачки в зимний период. Водолазы обследовали затонувшую баржу с неизвлекаемыми остатками топлива и утечек не обнаружили. Скорее всего, были нарушены правила при перекачке топлива зимой часть его пролилась на лед и снег. Сейчас все это оказалось в воде в виде тонкой пленки на речной поверхности. Начато административное расследование инцидента. На месте отобраны для анализа пробы воды и грунта. Ущерб, нанесенный природе, еще не подсчитан. В выходные на место происшествия вылетали четыре водолаза поисково-спасательной службы Неницкого округа, два оперативника регионального МЧС и инспектор Росприроднадзора. Они облетели речку и установили, что площадь загрязнения составляет примерно 3 километра. Вокруг еще одной баржи, зажатой во льдах рядом с берегом, также видны загрязнения. В Ямало-Неницком автономном округе появится крупная тренировочная база для биатлонистов. Идею строительства объекта уже одобрили власти региона. Глава Ямала Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Департамента физической культуры и спорта заняться детальной проработкой вопроса. По первоначальной задумке комплекс будет не такой крупный, как в Югре или Тюмени, однако достаточный для того, чтобы тренировать ямальскую команду. Промышленный лов наваги в Унской губе Белого моря, входящий в Национальный парк Онежское поморье, будет разрешен. Есть уже законопроект, который позволяет ситуацию узаконить, исправить и обеспечить промышленный лов наваги. Законопроект находится на выходе из правительства для внесения в Госдуму. При создании Национального парка Онежское поморье в него включили акваторию Унской губы Белого моря. Это лишило местные рыболовецкие колхозы возможности вести здесь традиционный промысел наваги, поскольку промышленный и прибрежный лов национальных парк запрещены законом. Президент России в июне прошлого года по итогам совещания в Архангельске поручил Минприроды совместно с Росрыболовством в срок до 1 октября прошлого года рассмотреть вопрос о возможности введения промышленного лова наваги в пределах Унской губы. Пока решение не принято. По данным ученых, без ущерба для популяции в Унской губе можно ежегодно добывать 1 тысячу тонн наваги. До запрета объем вылова достиг здесь 250 тонн в год. Национальный парк Онежское поморье один из самых молодых в стране. Он создан в феврале 2013 на площади 200 тысяч гектаров, включая 21 тысячу гектаров акватории Унской губы Белого моря. Деятельность парка направлена на сохранение природных комплексов Онежского полуострова Архангельской области, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, уникальных массивов реликтовых таежных лесов, последних в Европе, а также культуры и жизненного уклада поморского населения. Туристские группы студентов и школьников уже в ближайшее время смогут посещать космодром Плесецк в Архангельской области и оборонные верфи Северодвинска. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Орлов. По его словам, регион намерен развивать промышленный туризм. К нами были направлены запросы в адрес профильных министерств. Предварительное согласие по посещению космодрома Плесецк и Северодвинских оборонных предприятий есть. Сейчас мы прорабатываем соглашение, по которому школьники и студенты получат доступ на эти объекты. Мы подходим к стадии подписания соглашения, пояснил губернатор. В Архангельской области одним из перспективных и интересных направлений является именно промышленный туризм. В Северодвинске есть уникальные военно-промышленные предприятия, которые воплощают важнейшие достижения технической мысли. На территории области находится единственный в России космодром Плесецк. Если говорить о мировых тенденциях, то, конечно, посещение космодромов один из самых важных и интересных видов туризма в мире. Глава Ростуризма считает, что промышленный туризм может играть роль мягкой силы, внушать иностранным партнерам уважение, а также желание задуматься, стоит ли вводить санкции. А для граждан страны такой туризм – это гордость и техническую мощь державы, уверен глава Ростуризма.